здравствуйте уважаемые наши слушатели уважаемые наши ученики добро пожаловать в тренинг как добиться финансовой стабильности за 18 месяцев почему мы этот тренинг так называем возможно ли вообще за 18 месяцев добиться финансовой стабильности когда люди 40 лет работают и этого не могут добиться или 50 60 лет дорогие мои если вы приобретаете усваиваете система которыми разрабатывали модель счета управления семейным бюджетом это возможно потому что мы в результате нашей работы мы анализировали видели что наши слушатели в районе от 14 месяц до 26 месяц кто-то за 15 месяц кто-то 14 месяц кто-то 20 месяц кто-то 22 месяц и самый последний кто-то за 26 месяц смогли достичь 2 финансовую стабильность поэтому мы взяли просто среднюю говорим за 18 месяц это означает что вы должны понимать что мы обучаем даем вам методику но вам надо самим тоже стараться учеба это взаимные достижения мы даем вам технологу мы даем вам систему но практиковать вам надо самим вы должны вкладывать усилия маловато то что вы просто сидите мне слушатели учитесь у нас когда вы учитесь у нас то свит когда вы слышите нас это не учеба это всего лишь вы слушать и вы усваиваете 10 процент материалы то есть 10 процент результат зависит от того что вы сейчас сидите меня слушать или усваиваете материал и так далее учеба начинается завтра когда вы собираетесь практиковать эти знания вот что вы собираетесь делать с этими знаниями как их будет использовать своей собственной жизни вот это влияет на вашу жизнь именно это принесет вам успех и изменения если вы давно хотите изменить свой финансовое положение если вы давно хотите избавиться от нехватка если вы давно хотите как-то не будет что-то изменить чтобы у вас увеличивалась доход и так далее но не получается это только по той причине что вы продолжаете делать так как делали раньше или по той причине что вы делаете так как умели делать раньше или бездействуете просто вы находитесь на уровне желаний желание ничего не изменяет в жизни если вы находите на уровне желания это отправная точка но если остаетесь на этом уровне соответственно ничего не изменится помните где нету изменения там происходит бездействие или либо человек для то то что делала раньше то есть если хотите узнавать вы эффективно используйте у вас развитых ваши финансовые интеллект или нет посмотрите на ваши действия то есть нас посмотреть на ваши сегодняшние результате сегодняшние ваши результаты это является показателем вечерашние ваши действия а вы поймете что ваши вечерашние действия были эффективнее или нет посмотрите на результат сегодня это показатель эффективности ваши действия вечера но если вы хотите чтобы завтра быть финансово свободными чтобы достигли финансовую стабильность тогда вы должны понять какие действия сегодня надо совершать повторяю хотите видеть будете ли вы финансово свободным Или вы достигаете финансовую стабильность завтра или нет, посмотрите на свои действия сегодня. Меня постоянно один вопрос мучило всегда, поэтому я сам попал в много таких ситуаций. Я мечтал стать богатым, я мечтал быть финансово свободным, потому что у меня очень много мечтей, без денег их невозможно было реализовать. Я хотел маму отвезти в Мекке, у меня мечта 15 детей имеет, и воспитать их, давать им хорошее образование, я хотел путешествовать по всему миру. И после себя оставить очень многие вещи. Если когда-нибудь в ютубе зайдете, посмотрите, там есть, где я мечтал, что 12 вещей, которые я хочу оставить после себя и так далее. А для всех этих вещей нужны были деньги. И тогда мне пришлось научиться зарабатывать деньги. И одна из важных вещей, мои желания сильно подтолкнули меня к тому, что я попал куча в долгах. Потому что желания было, а знаний не было. Когда желание есть, но навыков, умений нет у вас и так далее, вы сталкиваетесь с новым, неизвестным миром, и у вас появляется куча ошибок. И эти ошибки толкают вас к, можно сказать, финансовым затруднению. И мне пришлось, я вынужден был стать миллионером. Я вынужден был разработать систему, которая генерирует миллион долларов. И вот система, которой я буду обучать вас, которая помогает привести к финансовой стабильности за 18 месяцев, она практическая система. Огромное количество людей практикует эту систему. Кто-то частичная, кто-то полноценная, кто-то хоть что-то делает, но однозначно у них есть результаты. Если вы научитесь делать так, как надо, и вы будете постараться хотя бы 50-70% или 100% использовать эту систему, вы однозначно разбогатите. Однозначно вы достигаете финансовую стабильность. Это зависит еще от вас. Практика зависит от вас, дорогие мои. С чего надо начинать? Вам надо начинать именно с формирования вашего мышления. Вам нужно мышление иметь. У вас должно быть мышление богатого человека. Если вы не меняете себя, не изменится ваше будущее. Поэтому, если вы не формируете в себе мышление богатого человека, ваши поступки, ваши действия, они будут опять как раньше. Потому что человек ранее или поздно оказывается там, где его мысли. Что у вас в голове, это происходит в вашей жизни. Успех появляется в вашей жизни дважды. Сначала в голове, а потом в реальности. Деньги сначала появляются у вас в голове в виде идеи, в виде ценности, в виде продукта и так далее. А потом в результате, когда вы эту идею реализуете и так далее, у вас в кармане появляются деньги. Внимательно послушайте, пожалуйста, до конца этот тренинг и практикуйте. Но прежде чем продолжать, хочу вам сказать, что обязательно после этого тренинга, или если, я не знаю, вы сейчас впервые попали на мои тренингах, или может быть до этого вы были или нет, обязательно в порядке еще приобретайте тренинг стратегии мышления богатых и бедных людей. Почему? Потому что если этот ментальный блок есть, внутри человека есть два энергии. Движущая энергия, сдерживающая энергия. Движущая энергия – это те ваши мечты, ваши цели, то, что вас вдохновляет, то, что вы можете что-то оставлять после себя, ваша семья и так далее, и так далее. А есть сдерживающие силы, это страхи, можно сказать, негативные убеждения, среда, в которой вы выросли и так далее. Это все создают ментальные блоки. Вы, может быть, хотите стать богатым, но верите в том, что у вас не получится. Знаете, огромное количество людей встретил, у которых есть мышление бедного человека, но они хотят быть богатыми, они хотят быть успешными. Когда я им задавал вопрос, хотите быть успешными, они говорят, конечно, кто не хочет. Но поступки, которые они совершают, всегда приведут к бедности. Они хотят быть успешными, но действие, которое совершают, приведет к бедности. Почему? Потому что у них есть подсознательные убеждения, подсознательное недоверие к богатым людям. Они в глубине сознания, они говорят, что деньги, то есть сейчас они в деньгах, они говорят, что деньги не главные в жизни, они говорят, что сейчас ты деньгами не купишь и так далее, и так далее. И в глубине души они убеждены, что честным путем невозможно разбогатеет, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что в среде, в которой они выросли, было очень много неудачных примеров, и они не видели успешных богатых людей, что успешные богатые люди могут делать больше добро. Поэтому если вы действительно хотите стать богатым, но если у вас есть мышление бедного человека, инструменты вам не помогут, потому что вы их все равно не будете практиковать. Это похоже на то, что, знаете что, вы согласны, что есть огромное количество людей, которые у них есть хорошие идеи, огромное количество людей, которые образованы, умны, но они свой ум, свой талант не могут использовать в жизни. Есть огромное количество людей, которые Господь внушал им какие-то хорошие идеи, но они эти идеи не реализуют. А почему? Потому что у них не хватает уверенности в себе, у них в мышлении бедного человека очень много ментальных блоков и мировоззрения не то, финансовая программа не та. Это означает, что бесполезно будут прообрести знания о деньгах или инструменты, которые делят человека богатым, если у вас будут мышления бедного человека. Поэтому, дорогие мои, в обязательном порядке, кроме этого тренинга, вы должны обязательно учиться именно прообрести тренинг стратегии мышления богатых и бедных людей. Тогда это два, потому что здесь есть система, там есть формирование мышления, это вам очень сильно помогут. Вы согласны, что средняя школа и вузы и так далее, они помогают нам академический интеллект развивать, они помогают нам стать профессионалом в каком-то направлении, стать специалистом в каком-то направлении, стать тем человеком, которым мы мечтаем. Но они так и не могли решать проблемы с доходами, они так и не могли решать проблемы с деньгами. Человек может 30-40 лет ходить на работу и так и оставаться зависимым от зарплаты, и так он остается рабом денег. Если он заболеет, у него не будет денег. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно возраст берет свое, мы не можем всю жизнь работать. Мы прекрасно понимаем с вами, что активные наши годы с 20 лет или 25-30 лет до 50-60, после этого все равно здоровье чуть-чуть колебается, энергия станет меньше, ценности другие. Очень охота, чтобы активные годы своей жизни создать хорошую капитализацию и построить хорошие пассивные доходы и так далее. Весь система, которую я разработал и вся курс, как за 18 месяцев добиться финансовую стабильность направлен для того, чтобы человек сделал так, чтобы деньги работали на него. Чтобы построить систему, которая помогает стартовый капитал накопить, чтобы потом итоги в будущем научиться этот капитал управлять, чтобы у вас был денежный поток, чтобы мы не нуждались. Я читаю, что не обязательно быть миллионером-миллиардером, но обязательно надо иметь финансовую стабильность. Почему? Потому что хотите, не хотите, понимаете, не понимаете, верите, не верите, все равно придется вам иметь дело с деньгами. Вам это нравится, вам это не нравится, вам придется иметь дело с деньгами. Существует 6 причин, почему надо учиться о деньгах. Сначала давайте об этом подумаем, потом я буду говорить вам, стоит ли это усваивать или нет. Самая первая причина. Человек 8 часов работает, 24 часа расходует. 8 часов зарабатывает, 24 часа расходует. Подумайте, вы знаете, люди 40 лет могут ходить на работу, об этом ни разу не думают, потому что у них мышление бедного человека. Поверьте моим словам, вы, наверное, впервые об этом задумались. Я провожу тренинги очень много лет, уже 22 года, и с этим сталкиваюсь постоянно, что у людей нет, оказывается, понимания этого. 30 или 40 лет они ходят на работу, но об этом ни разу не задумаются. 8 часов человек зарабатывает, 24 часа расходует. Например, когда вы спите, кому-слуга идет. Когда вы, скажем, спите, дети растут. Понимаете, отопление, ремонт, все уходит. Календарные дни идут, расходы идут. И неважно, у вас доходы есть или нет, расходы идут. Представьте на минуту, если вы 8 рублей зарабатываете, или 8 долларов зарабатываете, и 20 долларов расходуете. Или 8 рублей зарабатываете, 24 рубля расходуете, вы банкрот. Видите? Необычно, правда? Это первая причина, почему точно надо понимать, что-то надо делать с этим. Второе. Жизнь с каждым днем становится дороже, дороже, дороже. Вы согласны, что, например, за 100 долларов то, что вы могли купить в 2000 году, вы не можете те же самые вещи купить сегодня. Жизнь подорожает с каждым днем. На некоторых аспектах, в 90-х годах, жизнь подорожала 30-40 раз. Посмотрите, квартиры стоили 400 долларов, 500 долларов, 600 долларов. Стоили квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры в разных городах, территории Сенге. А сейчас, посмотрите, 40 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, до 300 тысяч, возможно, и больше стоит квартиры. Вот делайте вывод. Жизнь будет дороже и дороже с каждым днем. И я хочу вам сказать, что это радует вас или не радует, мне все равно, но вы должны признавать это факт. И не важно, это вы понимаете или нет, это наша реальность. Такова наша реальность. Следующий важный фактор, это доход не стабильный, а расходы стабильные. Никому не интересует, что вы хороший человек, никому не интересует, что вы не могли найти работу. Никому не интересует. Поверьте моим словам, никому не интересует, вам удалось найти хорошую работу или нет. Никого не интересует. Никого не интересует, что вы болеете, никого не интересует, что у вас маленькие дети. Возможно, у вас дохода нет, но расходы будут постоянные, расходы будут стабильные, расходы будут все равно, потому что детей кормить надо, здоровье следить надо, коммуслуги платить надо, проезд надо платить. Видите, доход нестабильный, а расходы стабильные, постоянные. Следующая вещь. Ежегодно растет количество людей, которые имеют долги и кредиты. Вы представьте на минуту, если ваш брат, ваша сестра не имеет долги и кредиты, а что они будут делать? Они со временем к вам будут обращаться, чтобы вы помогли им. А что вы делаете? А что будет делать, если вокруг вас более 50% людей имеют долги и кредиты? Я могу уверенно сказать, что у них будут мечтания должника, и со временем вы тоже попадете в долгах и кредитах. А наше общество уже привыкает жить в кредитах и долгах. Это плохо. Когда человек живет в кредитах и долгах, он постоянно чувствует давление, он постоянно чувствует ощущение неуверенности, ощущение морального давления. Жизнь на член морально на него давит. Это очень больно. Я знаю, о чем я говорю. Я был в долгах, я знаю, что это такое. Поэтому год за годом количество людей, которые имеют долги и кредиты, будут больше и больше. Если вы не научитесь о деньгах, если вы не приобретаете систему управления денег и так далее, могу уверенно сказать, что вы будете один из них. Самое большое добро, которое вы можете делать для бедных людей, просто не станьте один из них. Чтобы наше общество было один человек меньше из бедных, чтобы успешных людей было побольше. Тогда будет лучше наше общество. Пятая вещь. Люди владеют знаниями, которые уже не могут использовать или уже устарели. Огромное количество людей владеют знаниями, которые уже не актуальны. Они владеют профессией, которые не актуальны. Или эти профессии уже на данный момент, мир поменялось, понимаете, времена меняются. Некоторые люди по-прежнему пытаются делать то, что делали раньше, 40 лет назад. Люди делают... Знаете, почему доходный растет? Потому что некоторые люди делают то, что научились 20 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова